Уже типичный для нашей страны парадокс. Иногда даже хорошие новости таят в себе информацию, мягко говоря, пугающую. Вот пример этой недели. На счетах у местных властей в Украине столько денег, что попытка их потратить может спровоцировать заметное падение гривни. По крайней мере, эксперты предрекают именно такое развитие событий. Мол, в 2015 году была подобная ситуация. Итак, по порядку. У местных властей рекордная сумма на счетах в казначействе. 48 миллиардов гривен. Это, казалось бы, хорошая новость. Но бюджетные правила в нашей стране такие, что к Новому году почти всю эту сумму придется, что называется, сбросить. А это расчеты с подрядчиками, погашение задолженностей. Не потратишь в этом году, лишишься денег в следующем. И представьте себе возможные последствия, если хотя бы часть из этих миллиардов в итоге зайдет на валютный рынок. Вот в 2015 году на 1 декабря была подобная ситуация с остатками на счетах казначейства. 47 миллиардов гривен. А на 1 января они сократились уже до 9 миллиардов. И, естественно, что гривня сразу же просела. Случится ли так и в этом году? Давайте-ка спросим у представителя Национального банка Украины. Там должны готовиться к таким валютным колебаниям. Олег Чуризом, главы Нацбанка, сейчас на связи со студией подробностей недели. Здравствуйте, Олег. Скажите, наверняка вам известно о ситуации с остатками средств на счетах казначейства. Эксперты говорят, что может повториться 2015-й. Тогда десятки миллиардов бюджетных гривен потратили за короткий срок и национальная валюта просела. Готовитесь ли вы к такому же развитию событий в этом году? И вообще, на какой курс гривни по отношению к доллару стоит рассчитывать нынешней зимой? Эксперты говорят, что национальный банк активно співпрацюет с урядом с метою более равномерного витрачения денег, которые есть на казначейском рахунке, едином казначейском рахунке. Мы считаем, что уряд может более равномерно эти деньги пускать на рынок. И, за нашими прогнозами, влияние витрачения денег до конца года будет достаточно незначительным. Национальный банк не даёт свои прогнозы по курсу, оскільки они могут быть использованы как ориентир для участников рынка. В тот же час мы подкреслим, что на сегодняшняя экономическая конъюнктура очень приятлива для товаров украинского экспорта. Цего года мы видим увеличение экспорта больше, чем на 20%. Это связано с очень приятными ценами, прежде всего, на товары металлургии, которые Украина экспортует. А это складывает приблизительно 35% от украинского экспорта. Также непоганые цены и непоганый вражай есть по агропродукции. Поэтому на сегодня наши прогнозы, они достаточно приятливые. И мы не видим каких-то причин, которые могли бы причинить значительные колебания на рынке. Ну что ж, будем надеяться, что с гривней всё будет в порядке. Теперь вопрос по сотрудничеству с МВФ. Ранее Нацбанк рассчитывал, что новый транш от фонда зайдёт в Украину до конца этого года. Теперь же самый радужный прогноз – первый квартал 2018-го. Но ведь не исключено, что и тогда решения по траншу не будет. Вот готова ли Украина так долго жить без денег от МВФ? И вообще, если говорить о планах, то по оценке Нацбанка, какую сумму от фонда Украина должна получить в следующем году? За нашими оценками, Украина отримает в следующем году два транши на загальную сумму 3,5 млрд долларов. Из них мы отримаем часть транша уже в первом квартале. За нашими прогнозами, до конца года Украина не может отримать транш, оскільки уже остается мало времени. Украине еще нужно выполнять определенные условия для отримания траншу. Есть также фактор сезонности, то есть те свята, которые есть в Европе и Америце, они в любом случае не дадут возможности Украине отримать транш до конца года. Что касается совпрости с МВФ, мы всегда подкрасили ее важность. И для нас главное не час отримания певных денег от фонда, а находиться в программе, то есть проведение тих реформ, которые были прописаны в программе, сохраняя макро- и финансовой стабильности. И как раз вся программа, она дает возможность ее сохранить. Больше того, мы на сегодня подкрасим, что после закинчения программы, на начале 2019 года, Украине необходимо будет начать еще одну программу, оскільки в ближайшие годы нас ожидает достаточно сильный график погашения с внешнеэкономической заборгенностью по баргам. Поэтому Украине в край важливо будет начать новую программу, и это будет за порукою макро-финансовой стабильности, и это дает возможность также проводить необходимые реформи за поддержку МВФ. Ну что ж, новая программа с МВФ, это звучит просто как фантастика. Действующую программу выполнить никак не удается. Спасибо. Олег Чурий, замглавы Национального банка, отвечал на мои вопросы. Любопытно вспомнить еще одну новость со ссылкой на Национальный банк. В Украине меняют дизайн гривен и отменяют копейки. Ну, по крайней мере, монет достоинства в одну, две, пять и двадцать пять копеек теперь может и не быть. Официальное объяснение очень простое, мол, их используют все реже. А вот эксперты говорят, что это верный признак существенной инфляции. Если уж мелкие монеты больше не нужны, значит, рост цен еще всех нас может неприятно удивить.